Зелёное яблоко совсем не значит неспелое. Сеат совсем не значит второй сорт. До недавних пор Сеат в России был тем же, что и Лада в Германии, чем-то средним между извращением и вынужденной мерой. Немного пока найдется соотечественников, жаждущих заиметь в своем гараже испанское авто. Чешских, ингольштадских и вольсбургских саксонцев у нас навалом, а вот каталонские еще не прижились. Не ценят, не любят, да просто не знают. А зря, пора знакомиться. Новый Сеат Леон Спорткупе ФР. Четвертый из братьев Гольф на платформе МКЮБИ. А как по мне, так самый обаятельный из них всех. Харизматичная внешность испанца в тандеме с безупречной эргономикой и безукоризненной выправкой немца. Закрывать эмблему рукой уже не надо. Настала пора ей гордиться. Салон, скроенный по лекалам Гольфа, не может быть ущербным. Испанцам удалось. Им дали возможность разбежаться и похимичить с дизайном интерьера. Но без панибратства. Такого потока сознания, как передняя панель с бездарной магнитолой в Сеат-Ибеце, здесь такой фортель не пройдет. Чего-то нового в плане оснащения сиатовцы, конечно, не придумали. Да и зачем, если немецкий брат уже все сделал. Даже простая мультимедиа в этой машине, как и в любом другом Volkswagen, конечно, на уровне. На хорошем уровне. Можно и карусельку крутить. Ну, или хороводы водить. Электроника предупредит хозяина, чтобы тот не забыл мобильник в салоне. А борткомпьютер, как в старых добрых американцах, завалит вас кучей данных. Например, покажет температуру масла в двигателе. Да здесь даже бензобак тарированный. Выходишь на бензоколонки и так заправщику в лоб бросаешь. Мне 31 литр, пожалуйста. Вот это я понимаю. Профессиональный подход. Да этот умник подскажет, как сэкономить. Напомнит АТО. Проверит давление в шинах. Разве что свежую прессу вслух не читает. Хотя об экономии говорить глупо. У нас версия ФР. Так что испанцы добавили ему в кровь кориды. Конечно, до спорта еще далеко. Но с другой стороны, неужто вы днюете, ночуете на гоночном полигоне? Спортивные ковши – это хорошо и даже круто. Это и выглядит притягательно и добавляет утренней рулежке скорости. Но готовы ли вы к спортивным тискам на каждый день? А вот в Лионе найден достойный компромисс. И держак хороший. И комфорт достойный. Алькантара – все как надо. И снаружи все отлично. Как обычно. По дизайну сиатовцы переплюнули не только Volkswagen Golf, ну или какой-нибудь Audi A3. Они взяли планку выше. Кажется, Альфа-Ромео пора шевелиться. У них растет конкурент. А чего стоят полностью светодиодные фары? А какие красивые острые зеркала? Да ими порезаться можно. А 18-дюймовые колеса – конфета. Ой, мы совсем забыли сказать вам про салон. Про неудобство посадки на заднее сидение и про не самый большой багажник. В нем всего 380 литров. А то этих теоретиков. Хорош плеваться цифрами. Лев выходит на охоту. Раз у нас версия FR, то грех не пофырчать. Сердце нашего льва не впечатляет своим объемом. Но с торбинкой вполне хватит, чтобы нафырчать кому-нибудь. Мотор 1.4 выдает 140 сил и приличные 250 ньютон-метров. Отлично тянет с полутора тысяч и крутится до самой отсечки. Да и звучит он достойно. Суховато, резко, но не громко. Не львенок, а лев. Пусть и не вышел ростом. Новый Леон – одна из немногих машин, где не нарадуешься механике. Ведь уже само перещелкивание передач дарит кайф. Променяв короткоходный рычаг на бездушную автоматику, вы потеряете львиную долю удовольствия от управления автомобилем. А испанцы намекнули о наличии сверхспособности у зеленой кошки скромной кнопочкой Mode. У мехатронного шасси четыре режима работы. Ну, поигрались и хватит. Потому что в любом из этих режимов, даже в самом тошнотворном, машина едет по-настоящему хорошо. Наш хищник особенно хорош в маневре. Ловкий, шустрый, цепкий. Филигранное владение телом. Ни одного лишнего движения. Грация кошки не иначе. Если кто и составит конкуренцию такому льву на дороге, то это будут конкуренты из другой лиги. Правда, как показывает практика наших дней, даже по прериям теперь не вжаришь. Везде камеры, жезлы, да и вездесущие наши дорожные невзгоды. А подвеска у Леона, да и 18-е колеса не терпят пренебрежения. О логановской джигитовке по асфальту времен раннего палеозоя придется позабыть. Начинать дружбу с Сеатом лучше с модели Леон. Все просто. Это самое адекватное предложение испанцев на российском рынке. Ведь под каталонским покрывалом скрывается доказавший свою профпригодность Volkswagen Golf. Сеат Леон. Вот с чем можно и нужно протискиваться на безбрежные отечественные просторы. Хватит уже испытывать наши нервы двухсотсильными семейными минивенами и сомнительными бричками ценой, как Байкал-Амурская магистраль. Пора взрослеть. Ну что, зеленое яблоко, удачной тебе охоты. Не останавливайся на достигнутом. Тебе еще есть, что доказывать. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»